Дорогие коллеги, сейчас у нас вторая пара нашей работы, и она будет посвящена тому, какие именно источники, и как мы будем читать на семинарах. Конечно, выбор источников по многому зависит от вас, и, разумеется, я полностью открыт в вашем предложении, потому что я читаю этот курс второй год, и, разумеется, понятно, что в прошлом году я старался связать то, что мы читаем, с вашими интересами. Когда, например, скажем, студенты много читали, допустим, мы разбираем Бахтина, то понятно, что мы должны все-таки через, условно, через континентальную философию, через постструктурализм, через критику научного знания в неоконтианстве, на которое ориентировался Бахтин, провести некоторые параллели. То есть прямо, допустим, связать Бахтина и Латура, допустим, довольно трудно. Прямо связать бедвинисты, там, Эдону Харвей, прямо связать, например, того, там, я не знаю, какого-нибудь аппаната нашего Селищева или кого-то еще, например, Грэма Харма. Но потом выясняется, что когда мы, допустим, выясняем общие принципиальные основы, ну, например, обращаемся к феноменологии истории, к неоконтианству истории, выясняется, что на самом деле многие явления можно связать гораздо теснее, чем мы предполагали. Я всегда стараюсь это делать и в научных работах, то есть сначала делать, например, общую рамку феноменологии, а потом показывать, как мыслители, у которых не было прямого влияния или, допустим, не было так, что именно этот мыслитель прошлого актуален для этого мыслителя настоящего, тем не менее, они давали продуктивные результаты внутри этой большой рамки, это науковедение, или, допустим, феноменологии, или психоанализм, например, для меня существенно, я говорил на предыдущей лекции, вот это психоаналитические истоки многих социолингвистических построений, вообще, это очень странная связь социолингвистики с психоанализм. То есть она, конечно, не странная, но мы, в результате, у нас не будет ни одной встречи, где хоть как-то психоанализ, по-моему, я упомяну. И, ну, собственно, прежде чем я начну говорить о том, что именно мы любим читать, я, в общем-то, скажу, как обычно у нас проходят семинары. Обычно это чтение, такое аналитическое чтение, то есть мы идем, я даю какой-то текст на дом, мы его обсуждаем, в том числе обсуждаем и особенности терминов и аргументов, и то, в какой более крупный контекст это можно вписать. То есть, если мы, например, обсуждаем того же самого Бахтина, с которым мы, по видимости, начнем, то сначала непростой его работа, а потом перейдем к другой, более сложной работе, то приходится брать несколько контекстов. Потому что, конечно, Бахтин ориентируется, перечислено, конечно, на неоконтианство, на некоторую принципиальную выработку методологии гуманитарных наук. Но понятно, что Бахтин, как мы его знаем, это уже Бахтин осмысленной и постструктуралистской традиции, и, в общем-то, довольно широкой традиции континентальной философии, и восприняты в целом ряде новейших дисциплин, от урбанистики до гендерных исследований, то, что могло весьма отличаться от тех задач, которые тот же Бахтин ставил в своих исследованиях. Мы будем обращаться к целому ряду источников. Прежде всего, мы будем действительно обращаться к некоторым работам, созданным условно в гумбольтовской традиции, потому что это была наиболее влиятельная традиция в нашей стране. И в той или иной мере все социолингвисты, в том числе и вроде бы узкоакадемические, все равно считались теми построениями, которые восходят к этой романтической традиции. Они могли с ней спорить, могли с ней не соглашаться, могли с ней ее переосмыслять каким-то образом творчески, но, тем не менее, она была референтным началом большого разговора. Вот, например, такие мыслители, как, например, тот же, скажем, Флоренский или, допустим, или тот же, например, Бибихин, несколько работ Бибихина мы обязательно почитаем, во всяком случае, за их парадоксальность, чем они цены, я тоже вам объясню, что все они ориентируются на ту парадигму, которую создали Вильгельм фон Гумбольд и его харьковский последователь Александр Потемняр. Значит, вкратце расскажу, в чем эта парадигма состоит. Собственно, вы знаете, что немецкая романтическая наука во многом создавалась как реакция на наполеоновский универсалистский проект. Наполеон исходил из проекта универсалистского, письменного, кодифицированного. Но вспомним, что такое кодекс Наполеона. То есть это некая открытая кодификация права, которую может каждый воспользоваться. В этом смысле нормы устного речи признаются письменная речь. Письменная речь признается носителем всех необходимых формульных смыслов. И формулы признаются как универсальные. Вообще, в кодексе Наполеона мне очень многое нравится. Например, там, Тейвис. Отцом человека, рожденного в законном браке, является муж. То есть никаких вопросов о внебрачном сыне, сыне от любовника и так далее ставится не нужно. То есть Наполеон исходил из того, что все нужно сделать письменным, расписанным, таким расписанием, к которому, как бы, там, я не знаю, какие-нибудь поезда на железной дороге подчиняются расписанию, также все подчиняется кодексу. Кодекс, как бы, сам вырабатывает режимы существования реальности. Но это была общая роль кодекса, начиная с христианства, которое представило, в общем-то, писание в виде кодекса. Все можно быстро найти и, соответственно, быстро сразу повлиять на реальность. Немцы, разумеется, сопротивляясь наполеоновской оккупации, разрабатывали свою романтическую концепцию, где устная речь всегда предшествует письменной, где фольклор предшествует любой кодифицированной поэзии, где субъектом творчества оказывается не эксперт, а народ. То есть вся та романтическая концепция языка и культуры, которая во многом вошла и в наши ученики. Это были и органическая теория права Савиньи, которая говорила, что у немцев и право возникло из специфических германских хозяйственных отношений, и поэтому французский кодекс для немцев не подходит. Это и концепция другого создателя Берлинского университета, Вильгельма фон Губль, который говорил о том, что язык находится в постоянном изменении. Собственно, основные два термина свои ключевые Губль взял из греческого языка. Это эргон, то есть дело, что-то соделанное, и энергия, то есть производимое сейчас действие. Напомню, что это термины Аристотель. И Аристотель под энергией имел в виду вовсе не накопление, как мы сейчас говорим, например, накапливать энергию или потенциальная энергия. Такие представления об энергии утвердились только в XIX веке в связи с развитием электротехники. Появилась батарейка, аккумулятор, и появилась идея, что энергию можно накапливать и тратить. Электротехнику Герберт Спенсер, крупнейший английский позитивист, перенес в общую философию, а это потом перешло и в массовую речь. То есть когда мы описываем свою психическую жизнь как накопление энергии, трата, восстановление, мы на самом деле следуем жаргону Спенсера. Сами того и не знали. Я постоянно говорю, что очень многое, что мы принимаем, само собой разумеющее, описание нашей душевной жизни, я это на всех своих курсах говорю, на самом деле сделано конкретными людьми в конкретный момент при конкретных обстоятельствах. А потом вложено в нас учебниками, газетами и всем прочим. И вот как раз энергию Аристотель называл именно вовлеченность в действие, практичность, то есть соответствие языкам данного у Гумбольта социальным практикам. И Гумбольт говорил, что язык имеет всегда две стороны. Одна сторона – это эргон, то есть устойчивые структуры, которые созданы в языке, благодаря которым мы понимаем друг друга, благодаря которым мы одинаково называем лошадь лошадью. А другое – это энергия, то есть постоянная изобретательность, вовлеченность в действие. Например, что, скажем, лошадью мы можем использовать как метафора, работаю как лошадь, или назвать там паровоз, там железной лошадью. То есть постоянное творчество в языке, оно и есть энергия, постоянная вовлеченность в практике. И согласно Гумбольту, народ и является творцом языка через фольклорную деятельность, потому что народ постоянно вовлечен в практике. То есть народу нужно с этими лошадьми работать, работать как лошадь, потом садиться на паровозы. И народ в результате, будучи более вовлечен в практике, чем, например, интеллигенты, он и создает настоящую поэзию. То есть он создает те метафоры, те образы, которые позволяют нам усваивать реальность. В концепции Гумбольта, как вы видите, поэзия – это прежде всего средство познания. То, что как раз постоянно потом оспаривалось в 20-м веке. То, с чем спорил и Лев Выгодский, которого мы тоже будем читать, он постоянно спорил с этим тезисом о поэзии как познании, об искусстве как познания. И говорил о том, что искусство имеет собственный домен, собственный фокус социальных практик, принципиально отличающийся от тех социальных практик, которые, например, имеют в виду быт. Так, например, специфическое там самопознание, катартистическое, действительное, оно невозможно в практиках, говорил Выгодский, но возможно в искусстве. Ну, про психологию искусства Выгодского, его мышление и речь, мы еще будем говорить, я думаю, не одну пару. И поэзия понимается как познание, язык понимается как главное поэтическое создание, и даже фиксируемые формы языка понимаются как часть поэтического творчества. И поэзия имеется в виду как бы наиболее напряженная втянутость человека в социальную жизнь. Поэт – это в конце концов для романтиков, это вождь, конечно, революционный вождь прежде всего, или вождь национальной революции. И то, что делает поэт, он делает фактически режим существования нации как постоянный революционный режим. Причем это представление о языке как поэтическом произведении, оно поддерживалось многими романтиками. Но вы знаете, что, например, слово романтика придумал Наваллес в 1800 году, один из вождей немецкой новой литературы. И Наваллес первоначально под романтикой имел в виду науку, ну как физика, так и романтика. И романтика – это наука жить в жизни как по роману. То есть прожить свою жизнь интересно, чтобы она была не хуже, чем роман. То есть первоначально слово романтика имело в виду не какой-то стиль, не какую-то там систему образов или представлений, как мы привыкли, а слово романтика имело в виду жизнетворчество. То есть выстраивание жизни по образцу искусства. И вот тот же самый Наваллес говорил, что алфавит – это самое хорошее поэтическое произведение, потому что из букв можно сложить все, следовательно, в алфавите потенциально заключен весь мир. Все мироздания в его таких творческих потенциале. Точно так же в более простом виде. Мы знаем это как романтические идеи фольклора. О том, что народ обладает наибольшим творческим потенциалом, касающимся непосредственно социальным, экономическим или политическим действиям, в то время как автор является интерпретатором. Интерпретатором некоторых практических достижений, которые создал Наваллес. То есть точно так же, как народ, допустим, научился, я не знаю, одомашнивать скот, пахать землю, строить дома. Точно так же народ научился создавать язык в качестве такого артефакта, поддерживающего и строительство домов, и украшения, и много что еще. Соответственно, Гумбольд рассуждает о том, что народ отвечает за энергию языка, что язык энергия, и что эта энергийность, она требует вот этого, то, чем я сказал на первом занятии, постоянной актуализации внутренней формы. То есть постоянного оживления в слове его этимологии. Этимология, что тем самым эта этимология, как бы она вновь мобилизует на социальное действие. Вот, например, там, значит, стол, который стоит, и он мобилизует на то, чтобы построить дом, в центре которого стол, чтобы зарабатывать на то, чтобы на столе что-то стояло. То есть мобилизует всяческий язык на социальное действие. При этом, заметьте, что в теории Гумбольда и в теории его последователей нет жесткого различения между, можно сказать, гуманитарными и естественными науками. Нет жесткого разграничения между конструированием знаний и интерпретацией знаний. И, ну, зато эта концепция была весьма продуктивна для переописания целого ряда явлений. Ну, например, в этом смысле, допустим, Потебня говорил о том, что, по сути дела, поэты поступают не только сочинители стихов, но и, например, критики. И, например, Белинского он считал поэтом. Так как он переописывает стихи, интерпретирует их, каким-то образом вводит в какие-то более широкие контексты, то получается, что Белинский как бы поэтизирует саму литературу и выступает как такой метапоэт. Поэт самой литературы. Концепция в духе Потебни подразумевает, что есть язык в качестве такого мета-описания отдельных высказываний, отдельных социальных практик, и есть в поэзии тоже некая метапоэзия, описывающая функционирование самой поэзии. Именно таким поэтом Потебня во многом считал и себя, что он переописывает, как язык работает, и тем самым помогает языку складывать внутри себя некоторые поэтические, творческие, такие вдохновляющие на социальное действие высказы. Здесь, конечно, очень важно, чтобы Потебня как бы существовал между двумя мирами, русским и украинским, то есть наблюдал и такую структурированную русскую культуру, в которой, так сказать, важен именно контроль, это имеет описание бюрократическое, и украинскую культуру, в которой, например, творчество как раз Шевченко вполне реализовал гумбольтовский такой идеал поэта, который создает нацию и, описывая местную жизнь, он фактически пересоздает ее и пересоздает в качестве нормативной социальной практики. И, конечно же, для Потебни был важен и Гоголь, о чем мы тоже будем говорить, который тоже как бы существует между двумя мирами и постоянно переописывает один мир с точки зрения другого. Например, фактически, что делает Гоголь в петербургских повестях? Он переописывает мир бюрократического нормирования, то есть мир Петербурга, но используя при этом фольклорный сказ. То есть, допустим, об этом очень как раз один из манифестов русского филологического формализма, как сделан шинель Гоголя Бориса Эхимбаума в 2019 году, именно об этом. О том, что фактически Гоголь, фактически, что делает? Ну, как, собственно, что такое, например, шинель? Это, по сути, это не просто история про несчастного человека, который стал жертвой системы. Как обычно трактует в школе. Что это, фактически, история про бюрократию и про ее ограничения. Про то, что фактически Акаки Акакевич считал, что с помощью бюрократического речи, нормирующей, правильного почерка, правильного переписывания документов, правильного документа оборота можно обеспечить правильное функционирование реальности. То есть для Акаки Акакевича его бюрократическая практика, она совпадала с горизонтом реальности, правильно? То есть для него существовало только переписывание бумаг, и всю остальную реальность он видел как часть этого переписывания бумаг. Но другое дело, что этот его проект провалился, потому что это не спасло его от кражи шинеля, от простуды. То есть безупречное функционирование бюрократической системы дало, он не смог объяснить значительному лицу, как поймать похитителей шинеля. То есть Гоголь фактически переописывает бюрократическую нормированную речь, которая должна идеально управлять страной, с позиции анекдота, с позиции того, что могло рассказываться в качестве такого вот прибалбутки про простыми людьми, про то, как бывает, как бюрократ может не пойти на встречу. То есть он переписал с помощью сказок, с помощью таких вот фольклорных, фактически сказочных образов, вот работы бюрократии. И с другой стороны, фактически он, например, в вечерах на Путере Блинтиканьке Гоголь делал прямо противоположный. То есть он переописывал фольклорный мир города в общем-то с точки зрения введения вот этого вот нормативного документа обороны, что можно поехать к Екатерине Второй и получить от нее, так сказать, черевички, что, допустим, Иван Иванович и Иван Никимирович поссорились вокруг документа и так далее. То есть что можно переописать все сказочность, экзотичность, необычность этого мира через введение вот этой переменной, связанной с нормирующей бюрократической речью. То есть вот здесь как раз в творчестве Гоголя видно, что на самом деле поэтика Гоголя она основана на постоянном сталкивании эргон и энергии. То есть эргон вот этого вот бюрократического управленческой речи, которая все расставляет по полочкам, которая должна обеспечить как бы правильное функционирование механизма, и энергии как вот такого вот фольклорного сказа, постоянного веселья, анекдота, театра такого, такой буфонады и так далее. И как бы Гоголь, собственно, что он делает? Он вскрывает как бы недостаточность и того, и другого. И бюрократический язык содержит свои лакуны, бюрократическая речь. А как Акакевич гибнет? То есть это говорит о том, что бюрократический язык не во всем идеален. И, с другой стороны, фольклорная речь, она тоже, в общем-то, описывает мир, скорее, такой вот уходящий в прошлое. Вот мир, в котором там назревают все новые конфликты, который нуждается в нормирующем письме для того, чтобы просто сюжеты складывались. Потому что без письма, без какой-нибудь пропавшей грамоты никаких сюжетов, вечеров на хуторе Брездиканьке не сложится. Здесь нужно понимать, что сам Гоголь, он, в общем-то, видел, как всякий романтик, он верил в могущество своей речи. Гоголь прямо, собственно, искренне верил, что после представления Ревизора чиновники перестанут брать взятки. То есть, что этот его речь романтическая, она прямо изменит нас. Но здесь тоже оказалось, что речь такая не сплошная, такая бористая, и что, конечно, на кого-то Ревизор может произвести впечатление, но изменить реальность он до конца не сможет. Ну и, конечно, вот в этом смысле Патепняк, конечно, он уникален тем, что действительно он существует между двумя мирами. Он был таким своего рода Гоголем филологии, который действительно мог переописать. И речевую норму, и вот это фольклорное творчество как часть большого процесса создания норм социальных жителей. Ну, а мы об этом еще будем, об этой гумбельтерской традиции говорить. В частности, когда мы будем разбирать работу Владимира Ильинировича Бибихина «Внутренняя форма слова», где он как раз указывает на то, что эта мысль Гумбельта и Патепни, она потом многократно воспроизводилась и в русской теории 20 века. Даже теми авторами, которые считали, что они спорят с романтическими позициями, что они отвергают романтизм как заведомо устаревшую парадигму. Например, он вспоминает Густавовича Шпета, который вроде бы был рационалистом, критиком любой такой романтизм в таком вот расхожем смысле, в смысле эмоциональности, в смысле такой незрелости мысли. Но при этом Шпет вполне берет этот же термин «Внутренняя форма слова», но рассматривает его и как источник создания некоторых нормативных понятий. Постоянно говорит о том, что, например, Шпет говорил о том, что кроме термин, которые действительно берутся из греческого и латинского языка, где «Внутренняя форма» принципиально убирается, для развития терминологии необходимы терминов, в которых «Внутренняя форма» и «Внутренняя форма» просматривается. И, допустим, это же делали и другие современные русские мыслители, например, первая половина XX века. Ну, например, Павел Флоренский, мы будем читать его этюд про кипяток, где он как раз пытается рассмотреть слово «кипяток» на нескольких десятках страниц с точки зрения этимологии, употребления и видит в слове «кипяток» в его внутренней форме, в том числе символ интеллектуальной деятельности. Как мы говорим, ум кипит, работа кипит. И, собственно, кипяток, он рассматривает, что во внутреннюю форму входит, прежде всего, идея прыжка, скачка. То есть кипеть – это прыгать, подпрыгивать. И, соответственно, из этого он выводит даже своего рода научную методологию. Такого прыжка, скачка, перехода от одних понятий к другим. То есть для него внутренняя форма слова «кипяток» она продуктивна и научно-методологически. Что он выступает здесь как науковед, который интересуется, как, например, вот это понятие о кипятке, о кипящем остроумии, о чем-то кипящем, действует в системе образования научного знания. То есть мы, допустим, проводим часто параллели между вроде бы такими немножко устаревшими представлениями Флоренского и, например, какого-нибудь науковедения Келлатуры или Джона Ло, где тоже, в общем-то, в том числе и как бы собственный потенциал какой-то вещи или слова, что вещь может дать сдачи, кипяток может дать сдачи и определить, как дальше будет развиваться научное знание. И вот Флоренский, вот поэтому эсэ про кипяток, он очень точно пишет, что наука 20 века, то есть начало 20 века, она переходит от кумулятивного принципа накопления просто знаний к такому скотчкообразному развитию, к появлению новых парадигм, к появлению нового, как бы необычного взгляда на мир, например, в теории относительности, и что вот для кипяток может стать символом вот этой вот новой организации научного производства. То есть вы видите здесь теория внутренней формы, теория Гумбальдт и ПТБ, приспособлена, оказалась, к науковедческим проблемам там десятых-двадцатых годов двадцатого века. Или, допустим, были и другие, значит, последователи внутренней формы, о них мы еще тоже будем говорить, для которых там внутренняя форма была источником социальных институтов, была источником обновления наук, была источником спецификации гуманитарного знания, то есть знания интерпретирующего, в отличие от знания кумулятивного, естественно, научного и, так сказать, позитивного. И здесь как раз я сразу скажу, что вы будете читать к следующему нашему разу. Это вы возьмете совершенно замечательную книгу, книгу, которая написана, книга, которая замечательна тем, что она имеет двух авторов, один из которых как раз указан на обложке, а другой автор подразумевает, но на обложке не указан. Это книга Виктора Николаевича Волошинова «Марксизм и философия языка». Ее легко можно найти в сети, и она интересна тем, что у нее на самом деле два автора. И второй автор – это Михаил Николаевич Бахти. При этом эта книга вышла впервые. Она была написана в 1927 году. И до сих пор ходят споры о том, кто ее писал. Какой реальный вклад автора указана на титульном листе Виктора Николаевича Волошинова, а какой вклад Михаила Михайловича Бахтина. Об этом есть разное мнение, что они считают, что Бахтин писал все. В наиболее распространенном издании, которое легко вы найдете в сети, она имеет, слышна в серию «Бахтин под маской». То есть подразумевалось, что Волошинов только поставил свою книгу. А есть целый ряд аргументов в пользу такого мнения. В частности, Ольга Михайловна Фрейденберг, крупнейший, в общем-то, один из крупнейших русских фольклористов 20 века. Как вы знаете, кузина Пастернака и создатель совершенно оригинальной антропологической теории. Действительно, один гениальный антрополог. Она говорила о том, что вот Волошинов предлагал ей писать за него, и что вот Бахтина уже за это повелся. Есть и свидетельство Сергея Георгиевича Бочарова, как он разговаривал с Бахтином. И Бахтин там говорит жене, что вот помнишь, мы писали там, я писал за Волошиного книгу. Но опять же, это не значит, что действительно Волошинов только оставил свое имя. Валентин Николаевич Волошинов, простите, он Валентин Николаевич, он был таким, он был, собственно, доцентом Ленинградского пединститута, в отличие от Бахтина, который не имел высшего образования и, в общем-то, только случайно стал доцентом, но становился доцентом, но не в Ленинграде. И, вероятно, по видимости, Бахтин боялся выпускать книгу по лингвистике под своим именем, что сразу бы указали на то, что у него лингвистического образования нет. Но могли быть и другие основания. Например, что очень много, что практически это был некий кружок, который был создан еще в Невиле, такой город на границе Псковской области и Белоруссии. И очень часто вот эти города, которые находились где-то на черте оседленности, они становились такими культурными центром. Витебск, во времен Малевича Шагала, как и другие, где действительно люди, часто бежавшие от тягот, например, революции, гражданской войны из Петрограда, там находили питание, какую-то возможность преподавать. И особенно, когда советская власть стала учреждать курсы по подготовке учителей. Вот, например, в Игоцке очень много преподавал на каких курсах, потому что советская власть должна была подготовить огромное количество учителей, то есть переучить всех старых школьных учителей и подготовить новых школьных учителей. И открывались множество таких курсов, и вот такие гении, как Игоцкий и Бахтин, они преподавали на этих курсах. И вот эта книга «Марксизм и философия языка», она как раз создавалась Валентином Николаевичем, Волошиным и Бахтиным вероятно совместно. Скорее всего, большинство идей точно пригодят Бахтину. Насколько, допустим, принадлежит именно текст, об этом до сих пор есть большое количество споров. И прежде чем мы и в оставшиеся нам получается 50 минут, я вам расскажу о, собственно, основных терминах этой книги. Вы будете к следующему разу прочтете первую часть, значит, чтобы разобраться с тем, и потому как она пойдет, как мы будем ее комментировать, мы посмотрим, как мы прочтем вторую часть, а потом мы работаем более позднюю работу Бахтина, проблемы текста. Первая часть, она занимает 40 страниц, ее нетрудно прочесть в следующем разу. Я выскажу из 40 страниц обычно как объема чтения для семинара. Вот. И поэтому я должен тогда объяснить основные термины этой книги, основные понятия и основные категории, которыми Волоши Волоши обслэш Бахтин в этой книге оперировали. И значит, у Бахтин, конечно, исходил, преди всего, источником его мысли было неокритянство. Прежде всего, значит, и что такое неокритянство? По сути, дело, это некий проект, возникший в нескольких немецких университетах и созданный такими ученым, как Герман Фоген, значит, которые поставили целью в условиях постоянной деференциации естественных наук создать, опять вернуть философии, привилегии метанауки, то есть науки о науке. Для этого нужно было проявить свою роль такую критику научного рауза, то есть выдвинуть ряд тезисов, показывающих, каковы в частных науках объективные ограничения, не позволяющие им до конца схватывать свой предмет. В частности, один из тезисов неокритянства был тезис о предметности, о том, что каждая наука конструирует свой предмет сама, например, биология конструирует живые объекты в качестве своей предметности и, следовательно, наука ограничена вот этим конструированием предметности. То есть неокритянство повторяло жестко, когда он показывал, что наша работа чистого разума не является просто бесконечной его окружающего мира, а подчинена ряду схематизма, то есть изначально существует в нашем разуме и ограничена те способами полагания предметности, которые есть в нашем разуме. То есть, что, например, наш разум не может представлять бесконечность. Она может быть императивной, она может быть императивом практического разума, но она не может быть содержанием чистого разума. Содержанием чистого разума может быть только то, что находится, допустим, внутри схематизмов, то есть то, что конечно. То есть мы можем, например, представить отношение субъекта и объекта, но не можем представить, например, бесконечного субъекта или субъекта, который подчинил себе все объекты. Таким образом невозможно по канту спекулятивная теология, то есть рациональное представление о субъекте, подчинившем себе все объекты, о божестве или о неком сверхчеловеке или о чем-либо еще. Но о канта я пересказывать не буду, я просто скажу, что неокантианцы повторили тот же самый шаг, но только не на материале вообще нашей познавательной деятельности, как у канта, а на материале научной практики, на материале того, как развивается наука. Соответственно, вопросом неокантианства становится вопрос о том, что каждая наука имеет свою предметность, и каждая наука имеет свой способ обозначения. И, соответственно, главной проблемой первой части вот этой книги марксизма и холософии языка становится вопрос о том, каким образом знаки, будучи порождены внутри нашей психической жизни, внутри нашей психики, могут относиться к объективной ситуации мира. Почему, хотя мы всякий раз мир схватываем субъективно, тем не менее мы можем утверждать, что наше знание объективно. Это действительно была методологической проблемой марксизмов, и особенно в его советском изводе. Потому что марксизм признает объективную реальность, но единственным источником знания об объективной реальности являются наши ощущения. То есть, а собственно, каким образом, как доказать, что наши ощущения, они отражают именно реальное положение дела. У Ленина была теория отражения. То есть, что наше сознание, оно отражает те, значит, образы вещей, которые мы видим. С этими отражениями мы работаем на тех же правах, с какими мы работаем с вещами в нашей практике. И, следовательно, наш язык вполне может без непротиворечиво описывать любую практику. В этом смысле, например, политический язык может непротиворечиво описать политическую практику, и поэтому необходима, например, разработка того политического языка, который будет, например, революцией. Что если язык будет описывать политическую практику, как, например, возможность ломки всего старого и учреждения всего нового, если в нем будет сломан, например, учреждение, то в данном случае язык опишет революцию как объективный процесс и одновременно объяснит, что такое революция. Вот это как бы условно в таком вот ленинском изводе марксизма понятно, что революция происходит объективно, а потом уже из этой объективности следует некоторое непротиворечивое методическое. Вот как раз что такое ленинский подход к практике. Я, например, очень хорошо могу зачитать, например, историю из репортажа Александра Серафимовича, советского писателя в газете «Право» в 1920-го года, где он говорит о том, как, собственно, люди приняли красноармейцев к крестьянам, что сначала они не доверяли красноармейцам. Пришел Юденич, обобрал, поиздевался, был пробан. Крестьянство возненавидело его, но не стали относиться лучшие красноармейцы. Им и митинги, и собрания, и речи ничем не проймешь, волками смотрят и шабаш, и на митинги не загонишь. В расположенных при озере частях оказался прекрасный подбор комиссан. Они взялись с другого конца, вошли в местную жизнь, устроили неделю чистоты, красноармейцы вычистили веками накопленную грязь во дворах, на улицах, в избах, в сарае, все деревни вычистили, а комиссары вычистили все советы от кулаков, мироедов, мошенников, особенно подлых и расстреляли. Крестьяне остолбенели. И тут все повалились, старый млад, на собрания, на митинги, встали, в кинематограф, и нужно было видеть, как все, не отрываясь, затаив дыхание, слушали речи. То есть, заметьте, что сначала производится насилие, сначала кого-нибудь расстреливают, или заставляют там убрать улицы, а потом крестьяне принимают и вот идеологическую надстройку. Они принимают кинематограф, принимают там какие-нибудь спектакли, принимают агитационную продукцию, которая крестьянам была непривычна. То, что вы понимаете, что, например, для крестьянина, скажем, тот же фильм был непривычен. Кино было привычно для человека, например, уже привычного к театру, к разных шоу. А для крестьянина непонятно, почему там голова отдельно, почему люди идут туда, почему черно-белое все. То есть, язык кино был крестьянин, но непонятен. Но когда крестьяне увидели, как большевики эффективно действуют, они приняли и условности кинематографа. И приняли, например, условности авангардного искусства. Какие-нибудь инсталляции, которые создавали авангардисты. Они приняли митинговую речь, которая была довольно слажена. Мы вот будем читать книгу Селищева «Язык к лекционной эпохе». И понятно, что, например, речь Ленина с разными родными немецкими терминами, вполне стантистским довольно языком, она ясна, что крестьянина была непонятна, по большей части. Как видите, приняв некий базис, они приняли и надстройку. То есть, приняли и то, что называется в марксизме надстройка. То есть, дополнительная структура. И, ну, собственно, Волошинов-Бахтинов ставит вопрос о том, как это соотнесено с жизнью нашей психики. Потому что неокантианство, оно во многом переоткрыло и новую роль психологии. Как и науки, стоящие на спике естественных и гуманитарных. Потому что психология, она вообще имела, как бы, довольно странный статус. И здесь это нужно учитывать. То, что называют психологией Бахтин в этой книге, это не совсем то, что мы подразумеваем под психологией, когда говорим о поп-психологии нашей, или о психологическом консультировании, или о чем-либо еще. Психология претендовала на то, чтобы быть такой вот наравне с экономикой, смычкой между естественно-научным и гуманитарным знанием. А, собственно, как понималось различие между естественно-научным и гуманитарным знанием? Гуманитарное знание – это интерпретирующее знание. Это вот то, что там говорит как раз Волошин-Бахтин о понимающей и истолковывающей психологии. То есть психология, которая не просто замеряет реакции, а которая интерпретирует, почему именно в такой-то ситуации человек поступает таким-то образом. Это была очень важная проблема тогдашней психологии, что многие психические процессы невозможно описать без интерпретации. Потому что, например, многие психические процессы отражают не столько человеческую реакцию, сколько человеческие навыки. Об этом писал огромное количество работ в те же 20-е годы тот же Лев Семенович Выгонский, великий психолог, который говорил о том, что психология не может быть столько основана на наблюдении и на эксперименте по одной простой причине, что психология имеет дело с уже социально выработанным навыком, уже социальным поведением человека, а не с природой. И, значит, вот, например, когда человек использует орудия, говорил Выгодский, это уже, значит, результат определенных социальных навыков. Вот, например, у Выгодского есть одна работа, где он как раз разбирает очень подробно, как обезьяна использует орудия и как человек. Что обезьяна, собственно, она использует орудия не на основании ассоциации с предметом, а на основании ассоциации с телом. То есть обезьяна, например, если сбивает палкой, то потому что она палку эту носит все время с собой. И знает, что как бы это продолжение моего обезьянного тела там, и я ей сбиваю. То есть, понятно, что обезьяна не знает ни понятия я там, тела или нет, но просто она эту палку приспособила так же, как она приспособила собственную руку. В то время как человек обратит внимание, есть ли рядом с плодом, например, какая-нибудь палка рядом с этим деревом, которую можно взять и, например, надежно. Что может рядом с этим деревом лежит какая-то другая палка. А вот обезьяне, даже если клали палку, которая более вроде бы удобна для этого дерева, например, больше достает, она все равно пользовалась старой палкой. То есть в результате получалось, что человеческая реакция на плод, она связана с навыками, с навыками, например, соизмерять один предмет с другим, учитывать контексты, контекстуализировать, интерпретировать. И в результате, как говорит Вегорский, действия человека – это уже интерпретация. То есть человек в этом смысле интерпретирует яблоко, подбирая ту палку, которой это яблоко можно сбить. И вот когда вы будете читать о понимающей и истолковывающей психологии, то имейте в виду вот именно эту специфику, гуманитарную специфику наук, которые здесь были. Здесь нужно учитывать, что еще эта книга была написана на самом закате НЭПа, то есть после 28, 29, 27, 28, 29 написалась, и где-то в начале, по-моему, 30-х годов, в 30-м году она вышла. Вот. И там как раз ссылки есть и на конец, значит, на некоторые книжки 1927, 28-го года, которые выпускались таким вот очень чудесным иногда образом, ну, например, ссылка на книгу Лосева «Философия имени», в которой предлагалась некоторая неомифологическая религиозная концепция имени. Непонятно было, как советская власть такую книгу пропустила. Но, может быть, и этой книги мы тоже коснемся, тоже посмотрим. И здесь, значит, какие термины нужно знать. Собственно, понятие идеологии, которое здесь, конечно, он использует в марксистском смысле, в смысле классического марксизма, где он имеет в виду под идеологией любые представления о мире, которые создаются вещами. Как вы знаете, марксизм, особенно неомарксизм, не сводит идеологию только к каким-либо тезисам. Наоборот, например, неомарксистская критическая теория, то, что называется critical theory, критическая теория, она исходит из того, что идеологию часто создают вещи и отношения, а не слова. То есть, например, потребление идеологично, какая-нибудь власть, она идеологична еще до того, как она что-то говорит. То есть, идеология – это любая область сложных представлений, внушенных властью, до того, как власть, например, осознала или объяснила себя как власть. Уже когда власть себе репрезентовала себя как власть, она уже идеологична. Ну, как, допустим, там, скажем, вот, скажем, убеги, именно вот в пассажах, помните, что, допустим, эти торговые центры, они являются фактически генераторами идеологии, поскольку они имеют в виду индивидуализм, нарциссизм, все эти зеркала, отношения власти, то есть, поскольку торговый центр контролируется полицией, то есть, признание того, что от тебя ничего не зависит. И, фактически, например, работа менее имена опасных, это работа о деполитизации, о том, как французское общество в 19 веке было деполитизировано при помощи идеологии. То есть, как превратить политических активистов, превратить в потребителей. И большую роль в этом играло, например, создание бульваров, торговых центров и всяческого удобного города. И далее другой термин, это, собственно, термин «знак», где он говорит, что всему идеологическому принадлежит знаковое значение. Под «знаком» он имеет в виду, конечно, работы Пирса, но Пирса, по-моему, он тут не ссылается, а ссылается по преимуществу на кассиру немецкого исследователя, который как раз с работой Пирса о знаке знал. Ну, поскольку американская традиция еще тогда не была так востребована, по-моему, единственный американец, которого широко цитировали тогда, это был, конечно, Уильям Джеймс, психология. И его, соответственно, все эти его понятия о бессознательном, о потоке сознания, о ассоциативности, по-моему, во всяком случае, когда я смотрю книги, например, начала 20-х годов, там вот единственный американец это Уильям Джеймс, который еще такой цитирует. Его как раз переводили, его хорошо знали. Человек, который создал понятие поток сознания. Значит, и он цитирует, собственно, Кассира и его теорию так называемых символических форм. Собственно, что такое символическая форма? Это некоторое обобщее, значит, это не что иное, как как бы так называемое общание. Да, и вот И вот как раз у Карха Филера происходило с того, что мы имеем дело не столько непосредственно с вещами, сколько с репрезентацией. Но, допустим, когда мы, например, скажем, хлеб, у нас ассоциируется с репрезентацией еда и угощения. То есть и в этом смысле рано или поздно репрезентации начинают повторять, становиться общим достоянием. Например, люди примерно одинаково все мыслят как хлеб. И вот эти коллективные репрезентации, которые уже являются не частью моего индивидуального сознания, а частью коллективного опыта, они являются символическими формами. То есть в чем-то теория Кассирера напоминает коллективное бессознательное, всякие архетипы Юнга, напоминает какие-то теории мифа у того же Лосева, который тоже представлял все. Во многом у Кассирера многое тоже взял и тоже представлял, например, миф как такое вот некую коллективную матрицу практик. То есть Лосев даже говорил, что миф – это более реальность, чем сама реальность. Потому что это непосредственно как бы источник практик, в то время как реальность, в то время мы имеем дело, как говорит Лосев, она просто репрезентируется. А репрезентация разовая может быть не точной. То есть мы точно, например, не знаем, что происходит за окном, мы это только видим, так фрагментарно. Но зато мы, например, точно знаем, что такое, допустим, университет и обучение. Потому что у нас есть некая миф, некая коллективная репрезентация о том, как работает университет, как строятся лекции, как строится семинар. Ну и вот, конечно, с мыслью Кассирера Бахтин постоянно там чем-то спорит, Волошинов слэш Бахтин, постоянно там выясняет, как именно, точно ли действительно знак является частью сознания и спорит всегда на два фронта. Например, он спорит с идеалистами, для которых идеология – это часть сознания субъективного и с психологическим позитивизмом, которое сводит сознание к реакциям, инстинкту. И, соответственно, здесь эта особенность вообще работы 20-х годов не всегда шел спор как бы на два фронта. Они любили всегда воевать на два фронта. Если читать, например, Выгорцкого, он тоже постоянно воюет на два или даже на несколько фронтов. Но благодаря этому, кстати, эта мысль становится очень сильной. Это, знаете же, Шкловский, который был известен в своем остроуме, он однажды в полуполемике сказал про защиту, когда на формалистов нападали, идеологи, которые стояли ближе тогда к власти уже, то он сказал, у Вас армии и флот, а нас четыре человека. Чего же Вы беспокоитесь? Ну и действительно, ведь на самом деле потом победил все-таки Шкловский, а не армия и флот. Все-таки работа в Шкловске гораздо больше, чем об армии и флоте советского времени. И вот такое сражение на несколько сторон, оно было очень важно. И дальше очень важный термин, который здесь употребляется, это жизнь. Это жизнь. Собственно, это действительно был такой очень расхожий термин. В общем-то, Ницше, благодаря Бергсона, благодаря всем как бы тогда модным философиям. И под жизненностью как раз имелось в виду вот то, что можно сейчас назвать такой вот социальной вовлеченностью, как бы собственно таким вот автопоясом таких социальных структур. То есть жизненность означает, что ты принадлежишь к тем как бы структурам, которые как бы действуют независимо от тебя. В том числе и к твоим сознаниям. Жизненность, то есть некоторая направленность на предмет. Например, та же интенциональность понятия феноменологии, то есть возможность сознания как-то относиться к предмету, тоже тогда очень часто трактовалась внутри этой жизненности. И, допустим, вот, допустим, Волошин, что даже Бахтин пишет, слово сопровождает как необходимый ингредиент все вообще идеологическое творчество. Понятно, что мы для идеологического творчества имеем в виду вообще создание любых образов и имеем в виду, что любой образ мы привязываем к слову. То есть мы не можем только жестами, например, обозначить какой-либо образ, будь то художественный или научный. И здесь очень, значит, значит, дальше он говорит о так называемой общественной психологии. Ну, имеется в виду, что тогда были, в общем-то, об этом шли постоянные споры о том, возможно ли вообще индивидуальная психология, если человек социальное существо. И стоял действительно вопрос о том, а как, если человек социальное существо, почему мы все-таки различаем индивидуальную психологию и социальную. Почему все-таки можно говорить об индивидуальной, а не, значит, не только социальных реакциях. и поэтому у Плеханов предложил проект, который во многом поддержал Ивы Готский, проект, согласно которому как раз социальную психологию не надо, или общественную психологию не надо будь с коллективной психологией. То есть на самом деле должна быть оппозиция не индивидуальной социальной психологии, а индивидуальной коллективной психологии. То есть есть индивидуальная психология, например, такой-то человек так реагирует на такие-то ситуации. Есть коллективная психология, толпа ведет себя так, народ ведет себя так, армия ведет себя так. Но есть социальная или общественная психология, которая включает в себя и индивидуальную, и коллективную. И эта общественная психология, об этом Выгодский, как в начале «Психология искусства» очень многое пишет, она как раз не может пройти мимо языка. Индивидуальную психологию можно исследовать экспериментально. Коллективную психологию можно исследовать в рамках такой вот своеобразной социологии. Можно использовать моделирование, можно говорить, что толпа ведет себя при таких-то условиях так-то. Можно использовать эксперимент, модель, схему, диаграмму. То есть не обязательно можно использовать именно живое слово. В то время для общественной психологии важно живое слово. Например, что люди вкладывают сейчас в понятие «жизнь». Что люди вкладывают, когда они начинают общаться, что они вкладывают в понятие «общение». И в этом смысле, как говорит как раз Волошин-бахтин, как и Выгодский, вне вот этой социальной психологии, общественной психологии, как бы невозможно изучение языка. Язык изучается вот этой вот особой психологией, объединяющей индивидуальную коллектив. В индивидуальной, коллективной вполне Вы можете использовать схемы, таблицы, вообще замените формулами, не обращайте внимания на слово с его внутренней формой. А вот в социальной психологии необходимо реальное жизненное понимание того, что происходит. Появляется, значит, кое-где он использует некоторые термины в необычном смысле. Например, термин «тема», которого мы коснулись на предыдущей лекции, используется немножечко в необычном смысле. Тема не как предмет, не как просто объект, а как некоторая действительность, которую как бы знак ставит перед собой. То есть как тема, понятно, что это употребление связано с тогдашним, например, ораторским искусством, когда, например, оратор выступает на тему, коллективизация или гражданская война. То есть любое высказывание имеет тему, но тема – это не просто какой-то сегмент реальности, а это некая живая реальность, которую этот знак вызывает для нас. И вот как раз наличие темы отличает по волошиному бахтину человека от животных. То есть животное может криком обозначить что-то, надо обижать там, но темы тематизировать оно ничего не может. Обезьяна может криком показать там какой-нибудь плод, но она его не тематизирует. Она дает сигнал к тому, чтобы этот плод сорвать. В то время как общение людей идеологичное и тематичное. Значит, далее он обсуждает вот эти идеи, понимающие и нестолковывающие психологию Дильтея. То есть идея, главная идея Вергелема Дильтея – это то, что у гуманитарных наук есть собственный дом, то есть домен интерпретации. В отличие от естественных наук, в которых добывается новое знание. У Дильтея есть вот это построение жизненного мира в науках о духе, вот эта работа совершенно замечательная, с которой обычно отсчитывают именно ренессанс гуманитарных наук в 20-м веке. Значит, основная идея Дильтея состоит в том, что гуманитарные науки, они не познают новые предметы. Они часто имеют дело с предметами, уже существующими. Например, понятно, что, скажем, в гуманитарных науках возможно определенное открытие, как в естественном, в котором можно открыть новую рукопись Шекспира, допустим, или передактировать какую-нибудь картину. Здесь точно так же, как в естественном науке, будет некое получение нового необратимого знания. Мы открыли новый вид насекомых, и мы открыли, допустим, новую рукопись. Но большая часть гуманитарных наук, говорит Дильтея, сосредоточена вовсе не на кумуляции знания, а на реинтерпретации знания. На том, чтобы мы по-новому прочли Шекспира, по-новому его осмысленные. Поэтому, говорит Дильтея, гуманитарные науки, они фактически что делают? Они не перестраивают наше знание об окружающем мире, но перестраивают, переучреждают на жизненные. То есть, по-новому прочитав Шекспира, мы по-новому в каком-то мере пересобрали себя. По-новому мы поняли, что мы чувствуем, как мы живем, как мы воспринимаем окружающий мир. То есть, мы переслили, как бы осуществили то, что Дильте называет ау-бау, выстраивание, структурирование, постройку себя. И вот как раз эта ау-бау, эта постройка, она как раз оказывается в центре внимания Дильтея. И вот согласно, значит, и вот как раз во многом Волошин в Слэш-Бартин к этому присоединяется, но считает, что Дильтея недооценивает вот как раз именно социальной психологии. Потому что то же самое прочтение Шекспира никогда не может быть индивидуальным. Мы читаем Шекспира, исходя из наших социальных представлений, в отношении нашей социальной ситуации. И этот перечит вопрос о Шекспире как раз здесь очень важен, потому что его же обсуждал Игородский, который много писал, например, о Гамлете, и который как раз разбирал вопрос о том, в какой мере Гамлета можно считать индивидуалистом. И почему, если Гамлет индивидуалист, и даже такой в чем-то патологическая личность, почему, тем не менее, образ Гамлета интересен всем? Как получилось, что индивидуалист Гамлет стал интересен всем современным людям? Так что действительно пьесу Гамлет обсуждают все. И вот как раз Выгодский, например, в своей «Психологии искусства» и в своих нескольких еще эссей о Гамлете, он показывает, что в данном случае Гамлет представляет не только индивидуальную психологию, которая была бы неинтересна, она была бы просто патологической, а представляет коллективную психологию, в которой каждый человек рано или поздно должен вскрыть в себе некоторые свойства. такие, например, как способность чувствовать, способность сопереживать, способность к воле. То есть коллектив нас настраивает в том числе и на то, чтобы мы открывали в себе совесть, чтобы мы открывали в себе волю, открывали разные свойства. И то, что Гамлет, например, действует нерешительно по Выгодскому, это не часть его индивидуальности, не часть его личности, а часть его социального опыта, того опыта, в котором он постепенно открывает свое чувство, свою волю, свою способность быть каким-то другим человеком, то есть постепенно проецирует в себе вполне социальный опыт всех, потому что совесть и прочее – это тоже, в общем-то, социальное явление. Это он тем самым становится интересен и всем. Как вы помните в советском фильме «Берегись автомобиля», это вставит пьеса по Гамлету и ставит Гамлету на этом заводе в рабочем клубе. И, конечно же, в этом смысле Рабу и в этом смысле Юрий Деточкин он себя вполне выстраивает тоже по Гамлету. Как человек совестливый, как человек, видящий, что мир как-то испорчен, если там негодяи могут покупать автомобили. То есть вполне осуществляющий в себе тоже Гамлета. И здесь, конечно, все очень становится интересно, когда Волошинов-бахтин начинает говорить именно о социальной психологии. И тут же он ссылается и на Германа Когана, основателя неокрентианства, в трактовке того, что такое переживание. Что обычно слово «переживание» трактуется как что-то очень субъективное, такое чувство внутреннее. А вот как раз и Дильте, и Коган считают переживание социальным. То есть переживание имеет значение. Когда я стесняюсь, ясно, что я выражаю некоторую стеснительность как определенный социальный фактор. Это же, знаете, недавно вышла книга Георгия Чернавина под названием «Подобие совести», где он с помощью инструментария феноменологии разбирает вам замечательный совершенно вопрос, как именно отличить совесть, которая является подлинным голосом совести, то есть конструктивной работой нашего сознания, от совести как признака, как иллюзии, как внушенного чувством вины, что он называет пси-совесть. И выясняется, что на самом деле пси-совесть, она принадлежит индивидуальной психологии вполне, а как раз совесть настоящая, она вполне принадлежит тому, что как раз тот же Волошинов-Бахтин называл бы, или Выгодский называл бы коллективной психологией, или, точнее, социальной психологией, или общественной психологией, противовес как индивидуальной, так и коллективной психологии. И вот как раз здесь, конечно же, значит, довольно подробно разбирается психическая функция, то есть способность нашей психической жизни каким-то образом, значит, относиться к идеологии, то есть относиться к общественным представлениям. В том числе обратите внимание обязательно на спор с Гусарлем, в чем Бахтин согласен с Гусарлем, а в чем не согласен. И дальше, соответственно, вопрос, который будет вам действительно задан, это, в общем-то, что именно, как именно Бахтин представляет, что такое знак, что такое внутренний знак, что такое внутренняя речь. Потому что именно на последних страницах вот этого первого раздела, как раз первой части, читаем пока первую часть, разбирается очень подробно вопрос о внутренней речи и внутреннем знаке. Внутренняя речь – это один из ключевых терминов Бахтина, в том числе и поисков. Как раз употребление этого термина, значит, как раз говорит о том, что, скорее всего, Бахтин не писал, что, честно, книги, потому что это такой один из его брендов. И, собственно, внутренняя речь – это не что иное, как определенный способ рабочий с нашим сознанием, предшествующий внешне организованной речи. И основное открытие Бахтина было в том, что внутренняя речь – она идеологична. Потому что до него считали, что наша внутренняя речь – это некое такое бормотание, это некоторая такая работа нашего сознания, какие-то вот обрывки мысли, тип таких сновидений, и что вот внутренняя речь, и что мы должны как бы осуществлять некий акт перевода, устраивать ее, строить. Как обычно упрекают иногда людей, которые плохо пишут, что у них недостаточно осуществленный перевод с внутренней речи на внешнюю речь, которая организована, ясна. То есть, что какие-то непроясненные, такие соистические интуиции человек, мол, выложил на бумагу, не прояснив это для всех остальных. Для бахтин как раз показывают, что внутренняя речь – это определенная реплика в диалоге. Это всегда некоторое слово, устроенный диалог, это всегда размышление над собой, как постоянный диалог с собой. И вот одно из открытий бахтина состоит в том, что диалог, он в какой-то мере предшествует монологу. Но предшествует не в смысле антропогенеза, потому что, скорее всего, первоначально был все-таки монолог, в этом случае на первых стадиях развития хобо-сапиенс. А предшествует как бы идеологически. То есть, что сначала открытие бахтина состоит в том, что монолог – это просто некая выживка из диалога, это некая такая тень, это некий звон, что монологическая речь – это такая адаптация диалогической речи, это ситуативное ее применение, когда мы берем какой-то кусок и начинаем инструментально его использовать, вот это монолог. А первоначально, как бы антологически, в нашем сознании диалог. Постоянно это некий разговор с собой. Как я всегда, например, говорю студентам, что мы, когда изучаем что-то внешнее, например, там древний Вавилон, все равно мы изучаем сначала себя, способных изучить этот древний Вавилон. То есть, все равно сначала появляется внутренний диалог, постановка каких-либо вопросов, постановка, приодание какой-то формы этому вопросу, а уже потом появляется монолог. Это недавно я видел в сети такую картинку, это скрин сайта журнала «Вопросы философии», где из-за сбоя кодировки все значки были заменены вопросами. И вот получилось такое вот автореферентное, что журнал «Вопросы философии» печатает статьи, состоящие из одних вопросов. И это было довольно остроумно, потому что это такая была, получается, как бы реактуализация внутренней формы названия «Вопросы философии». Но, с другой стороны, в этом я увидел глубокий смысл. Потому что просто статья – это часто монолог, часто статья односторонняя. И известно, как часто идеологичные и односторонние статьи, даже претендующие на то, чтобы осветить разные точки зрения. Вот если понимать философию как один такой большой вопрос, как постоянное такое вопрошение себя, как постоянная такая постановка вопросиков в самом себе, то как раз действительно эта статья оказывается наиболее удачной. То есть в этом смысле, например, Бахтин говорил о внутреннем диалоге, который всегда сбивчив. Он говорит, что мы всегда немножко спотыкаемся самих себя, даже когда рассуждаем уверенно о чем-то наедине с собой. Бибихин, например, в связи с этим говорил о молчании. И у Бибихина, который не всегда, например, любил диалогизм, Бахтина, потому что он говорил, что диалогизм он поразвивает всегда другого, других собеседников. И он бы предпочитал не понятие внутреннего диалога, а понятие молчания. То есть сначала мы как-то сосредотачиваемся, каким-то образом начинаем относиться к себе, как-то принимаем свою сосредоточенность всерьез, а потом уже начинаем выводить сломок. Бибихин говорил, что речь трекется о основе молчания. То есть молчание уже представляет некую структуру отношения к себе, некоторую интенсиональную структуру, а речь только накладывается на эту структуру, как некоторое ситуативное ее применение. Например, одежда. У нас это, в общем-то, основная структура, делающая нас социальными, мы не можем появиться среди других людей без одежды. А, например, узоры на одежде, которые могут значить, а могут не значить, это некий ислама. То есть я могу, например, обращаться с неким текстом к другим, например, надписи на майке, что-то говорить этим. Могу просто, это могут быть некие узоры. То есть в этом смысле Бибихин говорил, что в некотором смысле речь не обязательно. Она может быть услышана, а может не услышана. Например, эти узоры на моей рубашке вы можете считать как знак какой-нибудь, можете не считать, а я, допустим, схватил первую попавшуюся рубашку, когда ехал. В то время как молчание, оно содержит определенную интенсиональность, и об этом мы тоже будем говорить. Ну вот, по темпу, мы подходим к концу нашей работы. Значит, еще раз повторяю, значит, к следующему семинару читайте первую часть работы Волошинова-Бахтина, значит, марксизм и философия языка. Во всяком случае, потом мы, наверное, прочтем вторую часть, там и третью. Просто мне важно, что вы можете, насколько вы действительно, допустим, будете читать такие тексты, и насколько мы одновременно разберемся с теми проблемами, которые были поставлены в начале 20-го века, проблемами функциональности, проблемами жизненного мира, Лебенсвельт, то есть нашей заведомой вовлеченности в социальность и так далее. Просто заодно мы вспомним, потому что для нас это, допустим, если мы больше привыкли к технологии, не знаю, Латура, не знаю, или Хармона, там и так далее, нам иногда, может быть, немножко трудно переключиться на то, что было больше 100 лет назад, но с другой стороны, научившись переключаться, мы научимся видеть объемнее и те тексты, с которыми мы сейчас, те тексты, которые актуальны, которые опубликуются, обсуждаются сейчас в социально-гуманитарных науках. Ну вот, спасибо большое, по-моему, мы хорошо поработали с вами. Спасибо.